Здравствуйте, программа Культ Личности в эфире. Сегодня у нас в гостях в нашей импровизированной студии замечательный молодой режиссер Иван Плечев. Иван, здравствуйте. На «Мурскую осень» вы привезли свою дебютную работу. Это короткометражка. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, чтобы зрители, о своем фильме, чтобы зрители понимали, о чем вообще мы здесь сегодня говорим. Всем добрый день, доброе время суток. Это короткометражный фильм «Дым». Это мой дебют в игровом кино. До этого я делал документальный фильм «Иван и Фрэнк». Это первый игровой мой фильм. Что принял сказать? Ну, это не история про такая острая достаточно тематика, связанная с наркотиками, с молодыми ребятами, которые, собственно, их продают, живут, выживают каким-то образом в Москве. И, ну, в общем, в этом нет никакой пропаганды. Это именно рассказ о том, к чему приходит, когда человек стремится уходить от себя. И почему он это делает, зачем. Ну, это такая тяжелая картина, да? Знаете, у меня не было задачи снимать прям тяжелую картину. Мне кажется, она очень интересная для просмотра. То есть, я как вообще очень люблю зрительское кино. На самом деле, я сейчас готовлю тоже в процессе. Скоро буду снимать достаточно зрительскую картину, жанровую. Мне главная цель, когда я снимал, было именно, чтобы было интересно смотреть, даже зрителю неподготовленному, который не готов копаться в чувствах, сильно как-то рефлексировать на тему какой-то. Который хотел прийти на комедию, да, в тот раз посмотрел и не сильно расстроился, что пришлось думать. То есть, я старался какие-то экшеновые сцены сделать в этом. То есть, это интересная, в первую очередь, это интересная история для меня. То есть, как бы, это история, как ребята попытались продавать наркотики, и что из этого у них вышло неожиданно. Ну, ничего хорошего не вышло. Давайте сразу поясним. Ну, ничего хорошего, но, как бы, да. Ну, там все очень драматично заканчивается. Буду спойлерить. А кто зрительская аудитория основная? Либо это абсолютно все? Вы знаете, пока вот, поскольку я не так давно закончил фильм, премьер был на Кинотавре в Сочи, и, соответственно, когда это закончится, я планирую, естественно, это выкладывать в сеть, я думаю, то, что это в любом случае аудитория не ограничена каким-то определенным возрастом. Честно, по отзывам были, на самом деле, даже больше каких-то отзывов, которые я понимаю, то, что поняли то, что я закладывал в картину, это люди возрастные. То есть, это, типа, 50+. Ну, это родители, наверное, молодежи, да? Ну, да, ну, я не знаю, родители, операторы, ну, кто-то, я имею в виду, какие-то люди, которые, посмотрев, и поняли, ну, да, родители, вы правильно сказали, да, именно те люди, которые понимают, к чему это может приступить, потому что, в принципе, история крутится вокруг отца и сына. Отец, собственно, продает наркотики, а отец полковник полиции. Вот, и вот, ну, поэтому посмотрим, не знаю, когда это мы выложим все в сеть. Мне кажется, это будет интересно, как молодая аудитория, так как это тема такая, с которой там, ну, с которой многие люди сталкиваются просто в последневности, так или иначе, живя там, в своих городах. Ну, плюс саундтрек, который писал скриптомит у нас, ну, в общем, такое все это и молодежное, но при этом, мне кажется, затрагивает какие-то взрослые такие проблемы, которые близки именно и тоже родители. Ну, фильм объездил не один фестиваль, нет, не так скажу, дын облетел не один кинофестиваль, да, где он был? Дын поглощает. Дын поглощает. Дын поглощает. До чего да поглощался, какие награды уже взяли, какие фестивали? Мы получили с фильмом «Дым», я как режиссер получил за лучшего режиссера на московском фестивале «Коник», на румынском фестивале «Shot to the Point» я получил приз за лучшего режиссера, также участвовали порядка уже десяти фестивалей, хотя мы начали буквально только недавно, то есть первый фестиваль был в июне, сейчас у нас, соответственно, сентябрь, уже порядка 12-15 фестивалей, это Италия, Австралия, Армения, как-то так, Румыния. Ну, в общем, большая жизнь. Ну, что это такое? Надеюсь, что это началось. Длинная жизнь короткометражки, вот так это может быть. Можно так. Что думаете насчет полного метра, вообще есть ли эти планы, и, ну, как бы, может быть, они уже есть, да, какие-то наметки? Да, безусловно, мы начали писать сценариста за какие-то заметки по поводу полного метра, ну, в общем, выходим на какие-то первые драфты. Сейчас, я думаю, что он появится еще позже, потому что я сейчас приступил к съемкам другого короткого метра, такого именно зрительского, который будет участвовать в «Вальмонахе» короткометражного фильма «Яндекс.Такси», который презентовался на кинотаве. Вот, это такое будет совсем жанровое кино, там, связанное с зомби-апокалипсисом. В общем, там все очень будет прикольно и интересно. Вас затянуло этот процесс? Да, ну, прям буквально, мы еще очень скоро начинаем съемки, у нас с 7, 8, 9 октября начнутся съемки. Что насчет полного метра думать? Тоже будет такое, ну, кино для тех, кто хочет думать, или это что-то легкое и, ну, такое вот лайтовое? Вы знаете, я вообще, чтобы понимать именно мой вкус и то, что я хочу делать, это, я не очень люблю, вернее, я как зритель, я очень люблю сложное кино какое-то, иногда, не всегда под настроение, то есть какое-то, где тонкая режиссура, какие-то румынские фильмы какие-то, ну, в общем, любые, там, какие-то классические, там, фильмы, которые стали классикой, но сейчас я чувствую то, что мне больше хочется разговаривать со зрителем, и так как я не вижу, ну, в общем, мне хочется искать язык, на котором массовый зритель будет меня понимать. Ну, не то, что все, но тот, кто надо, как бы, чтоб понял. И моя речь о том, то, что, мне кажется, то, что можно на любом языке говорить на темы, которые тебя волнуют. И вот даже вот, казалось бы, в жанре, там, зумби-апокалипсис, который мы делаем, то есть такой триллер-хоррор, комедия даже во многом, то есть я все равно нашел какую-то тему, которая важна для меня, и, в общем, средства есть, главное уметь находить, как бы, и знать, о чем ты хочешь говорить. То есть жанр – это уже дело выбора, и, реально, любой, в любом жанре можно говорить на ту тему, которая у тебя важна. То есть если тебе важно говорить, даже в тупичных проблемах не обязательно снимать что-то такое сложное, где ты будешь входить в состояние внутренних героев, можно это же сказать более простым языком, ну, как бы, если есть такая возможность, сходится. Вот, вообще, встречный вопрос, когда появилось это желание говорить что-то простым языком или непростым языком, когда решили стать режиссером? В какой момент? Спонтанно это было, либо наоборот, да, это все? Есть конкретный момент, на самом деле. Дело в том, что я из семьи, которые имеют отношение к генематографам. Мой отец был исполнительным продюсером многих документальных фильмов, и также генеральным директором гильдии продюсеров в России, в давнее время какое-то уже давно не работает. И у меня все время, то есть как бы, я представлял себе 16-16 кино, но поступил я на юридический факультет. Ну, в общем, так получилось. Мне кажется, что всем молодым ребятам мне очень нравится, в принципе, работать, ну, как бы, ну, когда можно, там, гулять во дворе, там, играть в футбол, еще что-то делать, ну, как бы, не сильно об этом думает. Но, когда я попал туда, то есть, как бы, то есть, даже это был такой выбор ровный, то есть, для меня это было все равно интересным времяпредпровождением, и в этом я видел, что, да. Потом я немножко от этого отошел, и потом, после того, как я понял, что я абсолютно точно не собираюсь... Батюристов? Да. Работать, ну, как бы, работать, да, в этой отрасли. Я вспомнил про то, что я долго там работал, в кино, и вернулся тоже. Года три у меня был перерыв. Вот, и долго работал, ну, вернулся обратно, работал вторым режиссером на многих проектах, и как-то потихонечку, и в один определенный момент, я прямо сейчас помню даже, я шел домой по улице и обдумывал вообще, что делать дальше и так далее. Потому что работать я не хочу в любом... Ну, как бы, любая работа, это так себе как бы, не очень прикольно, но если уж работать, то работать в кино. Потому что, как бы, все-таки... Главное, за что я цеплялся, короче, это было... После того, как ты долго работал, ты имеешь какой-то финальный проект. То есть, ты имеешь что-то, то, что можно подержать в руках, и... За которое себя либо поругать, либо похвалить, да? Вот он, продукт. Что-то, да. Что-то, да. Ну, ремесло, понимаете. То же самое, то, что... Я прекрасно отношусь к людям, которые, не знаю, там, что-то делают руками, я имею в виду, там, какой-то древесины, что угодно. Ну, в общем, когда именно это ремесло, когда человек что-то сделал, и после этого имеет какой-то продукт. Мне кажется, кино в этом плане чем-то похоже на это. То же самое, то, что ты приложил много усилий, как ты все это сделал, и вот, да, у тебя там диск, флешка, и там на ней твой файл. Мы со своей стороны желаем иметь как можно больше продуктов вам и нам, чтобы мы видели на фестивале «Амурская осень», может быть, в следующем году уже короткометражки, либо полный метр. В любом случае желаем вам удачи. Ну, а мы напоминаем, что сегодня у нас в студии был Иван Плечев, молодой кинорежиссер. Это была программа «Культ личности». До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok